Привет, друзья! Вот я и поехал домой. Скоро кончатся пальмы, начнутся горы, и все. 7 утра, температура за бортом 22 градуса, последний кадр безземного моря, следующее будет черное. Горы по-своему красивее. Чем выше в них поднимаюсь, тем больше скалистых пород, исчезает сосновая леса, появляются голые скалы и можжевельник. Ну вот первая остановка по требованию собаки. Видимо скучно стало. Вообще турки молодцы. Такие дороги замечательные настроены. Едешь ровненько. Даже в самых высоких горах и то прекрасная дорога. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Мехиканелес Мехиканелес Это, наверное, самые высокие места Скоро будут голые скалы Может быть и там, повыше подходя Впереди года просвечиваются Это, наверное, самое высокое Почти как грестовой перевал Грузии Но это не доезжая к планете Турции Вот мы поднялись почти на самый верх Здесь вы уже не увидите Сосин Здесь голые скалы Можжевильник Испанские пикты Красивое место Очередная остановка перед Коней Надо отдохнуть, подавтракать Сосин 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 Вот я подъезжаю Город Угони Огромный город Первый Значимый пункт В моем путешествии Время 10 часов Температура 20 градусов Температура 20 градусов Я проехал Трабзон До границы Осталось 140 км Второй день моего путешествия Из Турции В России В 21 году Начался с прохождения Турецкой А потом Грузинской Таможенной В принципе Здесь Есть все документы Нет штрафов Турецкую Таможню В границе пройти Без проблем На Грузинской Границе Спрашивали Тут наличие ПЦР-теста И заполненные ракеты Досмотр машины Практически нигде Не осуществлялся На Грузинской Территории Заглянули Увидели Мою собаку Точно такая же Собака Рядом с ними Находилась Потому что Посчитали Что Единомышленники Дальше После границы Грузинской Купил Страховку По Грузинской Территории И по ОСАГО нашей 1100 рублей Теперь 15 дней В принципе С ней можно кататься По Грузин Без нее нельзя Я буду в два раза дороже А это Самый лучший Участок Грузинской Дороги Эту автостраду Они намного уже сделали Ее все Удлиняется 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 Скорость 110 км В час Не знаю почему Но мне очень нравится Грузинка Какая-то она своя Родная Через 300 метров Поверните Налево Хорошо Повернуть Время 2 часа 13 минут До границы 300 км И Поднимаемся Вверх Город Трудный Участок С Серпантином Длиной 63 км Преодолел За 1,5 часа Сейчас Лечу В границе До которой 220 км По скорости 110 км В час Я во второй день Своего пути На подъезде К крестовому перевалу Здесь Вот такая достопримечательность Старинная башня Шикарное озеро Грудия На известном Крестовом перевале Сейчас Попробую Пройти Границу Грузия На известном Крестовом перевале Сейчас Попробую Right В тоннелях стоят грузовики. Образовали пробку. Приехать уже сложно, но на четкий добро. Всем привет. 6 утра. Третий день моего путешествия из Турции в Россию. Я подъезжаю к Пятигорску. Позади 2000 км. Впереди еще две с половиной. Немножко про российские дороги. Все говорят у нас плохие дороги. Вот есть прекрасный участок дороги до Пятигорска. Но она не вся такая. Три полосы в этом направлении и скорость ограничена на 40 км в час. Я понял, почему нельзя в России делать дороги такие же, как на Западе. Не по качеству покрытия места, а по знакам, по разметке. На Западе, почему они? Из одного городка в другой переехать 100 км. А у нас 200. И если ты будешь ехать со скоростью 30 км в час или 40 км в час, как они у себя делают, то будешь ехать неделю. Это Ставропольские степи, постепенно переходящие в Калмыцки. Это дороги Калмыкии, убитые. У нас нанесены разметки. Видимо ремонт начали с нанесения разметки. И этот золкоперат попал в левень. Вот я продолжаю свое путешествие третьим днем. Поехали ночью. Дорога освободилась. Я дальше поеду. Думал пробка рассосалась, а нет, и рассосалась еще. Немножко стерва придется. Какие-то ремонтные работы ведутся. Как я удачно днем отказался снять очередь. Я думал пробка закончилась, ничего подобного. Вон у нас все еще продолжается. Проехал я уже километров 5, наверное, не меньше. Может даже больше. Вот 5 дня где-то стоят с той стороны. Всем привет! Доброе утро! Остановился. Выгонить собачку. И полюбоваться светом. Вроде что сложного проехать из Саратов в Сызр. В нужном месте нужно правильно повернуть. Но мне даже навигатор не помог. Куча развязок. Отсутствие четких выказателей. И бдительные гаишники в 4 утра. Контролирующие, как бы я не наехал на сплошную линию. И я поехал не туда. В результате кружок 15 километров лишних. Этот долбаный навигатор загнал меня на такую дорогу. Вместо того, чтобы ехать по асфальту, по магистрали, вот такую дорогу показал. Обалдеть! Выброшу, наверное, его нафиг. Напоследок приключение. Где-то в 300 километрах. Дорогу просто перекопали. Никаких объявлений, ничего там нет. Проехать невозможно. Теперь по навигатору определяем новый маршрут. Смотрим, что из этого получится. А так езжу по деревенькам, затаскиваю. Ну вот, приключение продолжается. Сюда теперь меня завело. Что это такое, я не знаю. Вот там дальше асфальт видит. Вот вроде нормально проехал. Вот такие в России дороги. КОНЕЦ МИДДа. ИНТРИГУЯС Х masкин. ТОП. до финиша перекопали дорогу объезд по навигатору через всякое непонятное состояние дороги и по грунтовке и по развалившемуся мосту но сейчас вроде бы обратно выезжаю куда-куда надо вот такие приключения под конец моего маршрута это набережная Челны до дома 180 километров набережной в Челнах делают грузовые автомобили КАМАЗ вот я и добрался к дому дорога из Турции в Россию в 21 году что не заняла 4 суток пройдено 4250 километров а